Девушки отдыхают В первую очередь всегда оставался врачом 10 июня исполняется 90 лет со дня рождения всемирно известного кардиолога Выдающегося государственного и общественного деятеля Почетного директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Академика Евгения Ивановича Чазова Это юбилей великого ученого, юбилей великого врача И это юбилей великого гражданина нашего Отечества Евгений Иванович – это легенда Легенда не только российского здравоохранения Это наш золотой фонд, золотой фонд нашей страны Какое звание для него считается наиболее ценным, наиболее престижным А этих званий у него много Он говорил, что для меня самое главное звание – это звание врача Удивительная работоспособность Я удивлялся, что он может работать чуть ли не 24 часа в суток Для меня папа – это близкий мне человек Который растил меня, любил меня Иногда баловал в меру И к врачу обращаются Спаси меня и сохрани на этой земле И в молитве говорят Господи, спаси и сохрани Спасти и сохранить Вот так слегка иронически определяет главные цели профессии Евгений Иванович Профессии, которой он верен вот уже почти 70 лет Как и вся молодежь того послевоенного периода, я мечтал о высшем образовании Специальности, семье, детях Вообще обо всем, что каждый из нас вкладывает в понятие счастья 1953 год – это год, когда я впервые услышал слова, обращенные ко мне Доктор В 1953 году молодой человек закончил Киевский медицинский институт и поступил в другой институт, Московский, имени Сеченова, в ординатуру на кафедру госпитальной терапии Этой кафедрой руководил тогда выдающийся советский кардиолог, директор института терапии Академии медицинских наук СССР Александр Леонидович Мясников Знакомство с ним стало судьбоносным Александр Мясников запомнил Евгения Чазова как способного, инициативного и быстро прогрессирующего ординатора Поэтому в 1959 году молодой врач получил приглашение стать старшим научным сотрудником института терапии Мясников стал учителем и жизненным наставником Евгения Чазова С первых дней работы в институте терапии Евгений Иванович приступил к изучению проблемы инфаркта миокарда Талант, трудолюбие, огромная работоспособность и требовательность к себе способствовали быстрому профессиональному росту И уже в 1963 году, после защиты докторской диссертации, Евгений Иванович был назначен на должность заместителя директора института по науке В 1965 году преждевременно ушел из жизни Александр Леонидович Евгений Чазов стал директором, продолжив дело своего учителя В 1967 году институт терапии был преобразован в научно-исследовательский институт кардиологии И назван именем Александра Леонидовича Мясникова Сегодня, четко представляя те принципы, которые обеспечивают успехи в диагностике Я благодарен тем традициям врачевания, азы которого я получил в мединституте И которые, поддержанные и развитые в школе Александра Леонидовича Мясникова, помогли в моем становлении как врача Евгений Иванович является поистине исторической фигурой в современной медицине Как клиницист, ученый и организатор здравоохранения Его работа по тромболитической терапии, которая признана всем мировым сообществом Навсегда изменили принципы лечения инфаркта миокарда И позволили сохранить жизнь миллионам больных во многих странах С позиции современных представлений необходимость введения тромболитика больному инфарктом миокарда для разрушения тромба очевидна Однако в начале 60-х все было совершенно по-другому Инфаркт лечили полным покоем Устоявшуюся систему необходимо было сломать и создать принципиально новую Евгению Ивановичу Чазову это удалось Датой рождения тромболитической терапии является 5 октября 1961 года В этот день Евгений Чазов совместно с коллегами впервые применил созданный в рекордные сроки отечественный препарат фибринолизин Было очень много скептиков, боялись серьезных кровотечений при введении этих препаратов И был этап лабораторный Он показал, что действительно препарат может растворять тромбы Но применить на человеке это была высокой ответственностью Первым человеком был он И Евгений Иванович, на мой взгляд, совершил гражданский подвиг Первое испытание, которое я провел на себе, будет подаваться в газетных очерках и по телевидению Как своеобразный героический подвиг врача Не было никакого героизма Все свершалось от так понятного каждому исследователю желания увидеть результаты своей тяжелой работы В 1963 году под руководством Евгения Чазова было создано специализированное отделение с блоком интенсивной терапии для лечения больных острым инфарктом миокарда А затем разработана и внедрена система его поэтапного лечения Одна из первых в мировой практике, сегодня она является основополагающей За внедрение системы Евгений Иванович Чазов получил государственную премию СССР В 1975 году под руководством Евгения Чазова впервые в мире было выполнено интракоронарное лечение Успешное введение тромболитика больному с острым инфарктом миокарда Событие включено в первую десятку основных достижений мировой кардиологии 20 века Это было настоящей революцией Также под руководством Евгения Чазова были проведены важнейшие фундаментальные исследования И созданы современные тромболитические препараты Стрептодеказа и проурокиназа Благодаря этим препаратам появилось раннее лечение на ранних стадиях инфарктов миокарда Благодаря которым мы снизили смертность инфарктов миокарда Это предвидение той необходимости, которая востребуется не только в условиях социализма, но и капитализма Колоссальных успехов Евгений Иванович Чазов добился на организаторском поприще В 1967 году перспективного руководителя заметили на самом верху Он был назначен начальником 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР В народе управление называли кремлевской медициной 20 лет Евгений Чазов занимал эту должность Лечил самых первых лиц государства Общение с руководством страны, оно не позволяло врачу быть робким Оно не позволяло врачу поддаваться пожеланиям пациента И в то же время беседа с любым руководителем страны Она должна была быть построена таким образом, чтобы тебе поверили Поверьте, это искусство, с которым не рождаются Оно вырабатывается в процессе повседневной работы Я вам должен сказать, что историческое, я подчеркну это слово, заслуга Евгения Ивановича Состояло в том, что он создал принципиально новую модель здравоохранения В чем это заключалось? Эта модель не только подготовки кадров Были созданы структуры, которые повышали квалификацию врачей Которые уже работали в 4-м управлении Эта модель не только предусматривала плановую, целенаправленную И высокоэффективную работу по приобретению самого современного оборудования Но эта модель предусматривала еще и преемственность оказания лечебной помощи Возможности высокого поста Евгений Иванович использовал в полной мере Реализовав один из главных проектов своей жизни Создание кардиологического центра и всей кардиологической службы страны Решение о строительстве на северо-западе Москвы Всесоюзного кардиологического научного центра Было принято в 1971 году Строили на средства, полученные от проведения коммунистического субботника Официально центр начал работу в 1975 году На базе НИИ кардиологии А новые корпуса открылись спустя 7 лет К проведению Всемирного конгресса кардиологов Евгений Иванович воплотил в жизнь идею создания Неимевшего мировых аналогов единого кардиологического комплекса Состоящего из институтов клинической, экспериментальной и профилактической кардиологии Ведущие мировые специалисты отметили тогда Высокий медицинский и научный потенциал ВКНЦ Как об уникальном явлении о нем активно писала западная пресса Начиная с начала 70-х годов Евгений Иванович Чазов Организационные способности и потенциал Которого был настолько велик Стал собирать ту удивительную команду Которая, собственно, создала кардиологический центр И прославила его на долгие годы Заложив основы для поступательного движения и развития Этого центра в будущем И сегодня кардиологический центр Является одним из уникальных учреждений в Европе и мире И вот за этой фантастической организацией Стоит легендарная личность Евгений Иванович Чазов Окончательно проект по созданию головного кардиологического учреждения страны Объединяющего институты клинической, экспериментальной и профилактической кардиологии Был реализован в 1987 году После открытия собственного производства медицинских препаратов Евгений Чазов опередил время Сегодня такой принцип признан мировым сообществом Он называется трансляционной медициной По сути дела это отражает тот полный, как сейчас принято, инновационный цикл От формирования научной идеи до тщательных, взвешенных элементов ее подтверждения Создание принципиальных методов диагностики или терапии И внедрение их в клиническую практику Вспоминаю всегда ту простоту, с которой Евгений Иванович со мной встретился впервые Здесь, в новеньком центре, который еще пах краской, коврами новыми И всякими итальянскими машинами для уборки нижнего коридора И вот такой великий человек, он так со мной запросто поговорил о том, что может быть я присоединюсь к нему Я еще потом размышлял несколько раз и пару раз отказался, потому что понимал уровень ответственности Но потом, поддержанный им самим, я все-таки пришел в этот центр И мы уже 34 года работаем и достаточно успешно Он прекрасно разбирался в людях в плане подбора команды и кадров Команда, когда Евгений Иванович пришел, он создал заново, пригласил ребят с периферии Это Баранов Академик, Академик Денисов, Алексей Михайлович Москвичев, Александр Иванович Кондрусев, Василий Васильевич Громыко Это была, наверное, самая сильная команда во времена советского здравоохранения Благодаря усилиям Евгения Ивановича была создана сеть научно-исследовательских институтов кардиологии во всех республиках СССР Сегодня это крупные кардиологические центры Также была создана сеть республиканских диагностических центров практического здравоохранения Их оснастили самым передовым уникальным оборудованием общей стоимостью 200 миллионов долларов Столь серьезные вложения позволяли обследовать и лечить большинство пациентов на самом высоком уровне на местах без обращения в вышестоящие центры Благодаря его усилиям была создана вообще кардиологическая служба страны, громадного Советского Союза Ну то есть это, конечно, организатор здравоохранения был масштаба гигантского И вот эта вот неутолимая и неукротимая энергия и жажда вот создавать Я не сожалею, что судьба сделала меня не только ученым, врачом, но и организатором, администратором Именно здесь я смог воплотить в жизнь многие идеи и замыслы Да и сам я получил очень многое, в том числе и как врач Конечно, это было нелегко, но всю жизнь я твердо придерживался своего креда Самое главное для меня – врачевание И даже будучи министром, я не оставлял своей деятельности врача и ученого Параллельно созданию кардиологической службы Евгений Иванович Чазов активно участвовал в организации профилактической системы СССР Была построена целая сеть уникальных клиник, поликлиник, санаторных комплексов и центров реабилитации За разработку организационных основ профилактики и диспансеризации Евгению Чазову была присуждена еще одна государственная премия СССР Он первый предложил создать центры диагностические, большие, крупные диагностические Чтобы можно было диспансеризацию проходить, первичную, чтобы не пропустить Сережно-сосудистые, так сказать, сложные патологии и онкологию Чем, собственно, мы сегодня и занимаемся В 1985 году в Москве была проведена первая международная конференция по профилактической кардиологии Евгений Иванович выступил ее организатором и президентом В 1988 году на базе Института профилактической кардиологии был создан научно-исследовательский центр профилактической медицины СССР На него было возложено дальнейшее руководство профилактической работой отечественной системы здравоохранения Каким образом должна строиться профилактика в здравоохранении? Каким образом надо в целом выстраивать стратегию здоровья нации? У Евгения Ивановича всегда была своя точка зрения И это не случайно, потому что ему за все годы работы удалось многое построить Построить своими руками, построить благодаря своему большому сердцу К моменту распада СССР в стране функционировало 3000 отделений профилактики поликлиник И 1361 медсанчасть Профилактическими осмотрами ежегодно было охвачено 100 миллионов человек 65 миллионов взрослых и подростков находились на диспансерном наблюдении 80% перенесших инфаркт миокарда больных возвращались к работе Грандиозные успехи в организации кардиологической и профилактической служб огромного государства Привели к новому высокому посту С 1987 по 1990 год Евгений Иванович Чазов был министром здравоохранения За годы работы на посту министра здравоохранения Советского Союза Евгений Иванович создал систему кардиологической помощи Сеть консультативно-диагностических центров Сформировал систему борьбы с ВИЧ-инфекцией На основе опыта ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы И землетрясения в Армении Была организована специальная служба экстремальной медицины Служба медицины катастроф После ухода из министерства Евгений Иванович полностью посвятил себя работе в кардиологическом центре Деньги было очень трудно получить И Евгений Иванович предложил программу по гипертонической болезни Она была, наверное, самая малобюджетная из всех программ Я не говорю только по здравоохранению Их около сотни программ было в стране Я не помню бюджет Например, где-то 57 или 60 миллионов рублей всего была программа Она признана была самой эффективной из всех программ Которые касались и здравоохранения, и экономики, и транспорта, и сельского хозяйства, и образования, и все далее В 2008 году совместно с Вероникой Скворцовой, тогда занимавшей должность заместителя министра здравоохранения, была начата реализация так называемой сосудистой программы Она заключалась в совершенствовании оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в сосудистых центрах Сегодня такие центры открыты практически во всех регионах России Эти и другие мероприятия позволили преодолеть критическую ситуацию К 2013 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 20% До 729 случаев на 100 тысяч населения А у граждан трудоспособного возраста почти на 30% Системическая медицина его тоже заинтересовала Мы никогда с ним не говорили на эту тему, хотел бы он сам там оказаться Но у меня какое-то такое подсводное ощущение было, что этот интерес не только научный, а вот ему и самому безумно интересно И отправить своего человека туда Я писал письмо и направлял с одним из экипажей Письмо ему доставили С орбиты Да, с орбиты Я прекрасно помню, на какой бумаге я писал Я выдрал из борт-журнала, там у нас были свободные такие листы Поставил печать станции Я ему написал о нашем бытие-житии Сказал, что стараемся готовиться к спуску На своих ногах выйти из самолета И я буду, как врач, все для этого делать Вот, письмо, я думаю, что оно у него в архиве Человек мира Это расхожее определение абсолютно точно про Евгения Ивановича Он выдающийся общественный деятель В непростые для отношений СССР и США 70-е и 80-е годы Евгений Чазов совместно с американским кардиологом Бернардом Лауном Создал международное движение «Врачи мира» за предотвращение ядерной войны В 1985 году этому движению была присуждена Нобелевская премия мира Должен сказать, что Бернард Лаун — это же выдающийся кардиолог Это человек, который разработал и вышел на создание Дефибриллятора, то есть кардиовертора На это движение прибыло такие размахи, что решило О более чем четырех десятков стран и тысячах специалистов А такое действие, как выступление совместно советских и американских врачей Под руководством Евгения Ивановича Чазова На советском телевидении общая аудитория свыше 100 миллионов Будьте добры, как бьется сердце здорового русского Это бьется сердце здорового русского А так вот бьется сердце здорового американца Вы видите, они бьются одинаково Поэт больше, чем поэт, так и врач в России больше, чем врач И вот я уверен, что профессиональная и политическая такая общественная деятельность Евгения Ивановича, она как нельзя лучше подчеркивает этот посыл Евгений Иванович — почетный член многочисленных зарубежных академий наук Научных сообществ и университетов Член экспертного совета Всемирной организации здравоохранения В 1997 году он был награжден престижной премией фонда Леона Бернара За выдающиеся заслуги в области общественной медицины А в 2013-м — золотой медалью Европейского кардиологического общества Мы единогласно решили наградить академика и профессора Евгения Чазова За вклад, который он сделал в международную кардиологию на протяжении всей его карьеры Это решение, конечно, основывалось на очень весомых научных достижениях Суни еще была одна особенность Он никогда не кричал, он никогда не ругался И когда он говорил о людях, он говорил всегда в очень уважительном тоне И если он хотел сказать, может быть, что-то не очень хорошее о человеке Он это говорил так, что люди его понимали А обидеться на это было практически невозможно Это Божий дар Мне всегда не хватало папы, но зато, когда он был со мной Он полностью отдавал сообщение со мной Я очень много узнавала о книгах, о театральных постановках Удивительно, как папа все успевал И мне казалось в детстве, что папа — это тот удивительный человек, который знает все Он цитировал наизусть стихи Лермонтова, Некрасова, знал о Марха Яма Очень хорошо разбирался в живописи, он очень любит картины Папа очень хорошо поет Когда он учился в Киевском мединституте, он подрабатывал певцом в ресторане Он пел русские романсы, украинские народные песни И вот таким образом зарабатывал себе на хлеб Год юбилея мне хотелось бы пожелать Евгению Ивановичу крепкого-крепкого здоровья Его дело активно живет, развивается Человек, который всегда следил за своим здоровьем Он очень ответственно к этому относился Не только к здоровью населения, но и к своему Поэтому у меня единственное пожелание, чтобы Евгений Иванович был, насколько возможен, в этом возрасте здоров, работоспособен Мы должны это здоровье, как говорится, поддерживать и беречь Половина нашего успеха — это, конечно, заслуга Евгения Ивановича Который никогда не мешал, всегда помогал, всегда интересовался достаточно живо И участвовал в самых тяжелых наших, ну, так скажем, манипуляциях и операциях Вот это мне запомнится на всю жизнь Я хочу пожелать, чтобы мы как можно дольше оставались вместе с этим удивительным человеком Чтобы он мог радоваться успехам учеников Не только уже своих прямых учеников, а уже и своих, как бы, внучатых учеников Отлично для меня, как врача, как детского хирурга Как сегодня вот уже политика и председателя комитета по охране здоровья Этот жизненный путь и успех Евгения Ивановича, они, по сути, являются таким путеводной звездой и примером Мы вас очень любим, очень гордимся вами Мы всегда с вами рядом Доброго здоровья, благополучия И дай Бог, что все у нас получилось Совесть — это интеллект, это воля И это все в одном человеке Поэтому будем равняться Будем делать все возможное Чтобы то, что начато, продолжалось Ибо все в жизни имеет смысл, когда есть продолжение Наша совместная работа охватывает не одно десятилетие И мы всегда разделяли самоотдачу и преданность науке Здоровью и международному сотрудничеству В особенности относящемуся к кардиоваскулярной медицине Я с удовольствием вспоминаю наши многочисленные совместные поездки Обмен опытом между нашими лабораториями оказал неоценимый вклад в развитие кардиоваскулярной медицины Спасибо профессору Чазову за многолетнюю дружбу В 1983 году я был в Москве и узнал об успешном тромболизисе Мы не знали об этом на Западе, и я привез эту новость в Америку и Европу Это спасло миллионы жизней во всем мире Профессор Чазов многому нас научил Его институт является жемчужиной среди мировых кардиологических институтов Желаю крепкого здоровья, вклад профессора Чазова в медицину неоценим Гениальный ученый, выдающийся врач, организатор здравоохранения Прекрасный человек, и он отличный папа Глубоко уважаемый Евгений Иванович Здоровья вам и всего самого доброго Сегодня Евгений Иванович Чазов – почетный директор кардиологического центра Своего главного детища Место, которое он не оставлял никогда И он по-прежнему переживает за все, что происходит в этих стенах Потому что по-другому не может Потому что так велит сердце Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова